всем доброго меня зовут александр сегодня будем разбирать вечерскую машинку под названием кольт 1911 прошлом обзоре сказал что иногда есть проблема она не всегда конечно возникает сейчас можете не показать но я примерно покажу при заряженном магазине когда вставляется магазин он сейчас не получилось но я примерно сейчас покажу и так вот неполная разборка вытаскивается магазин снимать все до хранителя вытаскиваются всякие ненужные шарики там куда-то упал отводим затвор на кожу затворе есть две выемки одна для стопора заторной задержки и вторая для как раз для разборки подводим вот именно вот вторую до совпадения с затворной задержкой дальше нажимаем вот вот эта ось заторной задержки нажимаем на нее и изымаем затворную задержку дальше ходом вперед снимается тоже затвор вот что еще хотел показать иногда при когда ставится затвор в магазин шарик становится вот такой как-то так вот сдвоенный то есть примерно вот так вот он становится он и из магазина не выходит как бы в магазине находится и магазине два шарика кожевый затвор не двигается вытащить обратно магазин невозможно потому что мешает шарик он чуть выпирает и при вытаскивании магазина он вот так его упирает то есть сделать практически ничего нельзя когда приходится снимать кожу в затвор и вручную шарик убивали но это происходит не всегда редко я так полагаю что это все таки из-за износа магазина вероятно из-за губок магазина но что-то из-за него но точно не из-за пистолета потому что при стрельбе никаких нареканий пистолет не вызывает работать как часы иногда иногда правда не доходит курок то есть выстрел был бык срабатывает и примерно вот так вот до середины и уходит то есть не хватает приходится дожимать вручную так дальше кожу в затвор вытаскивается возвратная пружина вытаскивается стулка поворачиваем и снимаем на стволе все разобраны принципе зачем вот эта пружина я даже понятия не имею никакой функции она не выполняет для красоты она и для чего это даже как-то странно непонятно вот что еще сказать копийность очень замечательно очень хорошая копийность даже зацепы которые вот цепляет ствол кожи к затвору все сымитировано ну качающейся серди конечно здесь нет поэтому есть как-то все попроще вот а смотрел что действительно но зацеплять и при движении затвора вот видно или нет ствол немножко уходит вниз ствол немножко уходит вниз тем самым расцепляя ствол и кожи к затвор сейчас я немножко вернусь ну раз уж пистолет разобрали наверное его смажем вытирается вся предыдущая грязь и 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 Все, старое барахло мы убрали. У меня еще не закончился баллистол. Котящих серьги нет, но и по имитации тут свободного хода шпала, там всякое сделает, это ясно. Немножечко наливаем, что-то плохо впрызли. Так. 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 Собираем обратно в порядке. Можно втулку, можно, я ее сбрызгиваю, хотя она неподвижно там что есть для порядка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На клапан... И на полозье... Да, не помню, говорил я, не говорил в прошлом обзоре. Но пистолет когда у меня был, я его только купил. Была такая одна непонятная вещь. Причем она в единственный раз была и поэтому я даже не знаю, что такое было. Вот опять совмещаем то этой риски и утапливаем заторную задержку. Еще язычки утираю. Вот. Была такая, как бы неприятная такая вещь. И я дергивал затвор и он у меня вот в таком положении остался. То есть он даже не дошел где-то вот так вот. Ни на затворную задержку не стал. Ни что, просто заклинило. Затвор просто заклинило. Я сидел полчаса, тупо смотрел, думал что и делать. Хотел нести все из центр. Потом разорвился и просто ударил рукой вот так. Он у меня стал на место. После чего я обработал, разобрал его, обработал силипоном. Ну, больше таких нюансов не было. Не знаю даже, что это такое было. Вроде ничего не сломал. Так что, вот такое вот было. Все, пистолет собран. Еще в магазин. Наклад по на полье. Наверное, и в магазинчик так вот чуть-чуть. Вот на этом все. Пистолет собран. Смазан. Готов к бою. Обзор на этом закончен. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.